Здравствуйте! Эфир телеканал СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. Самарская область получит кредит на строительство станции метро Театральная. Средства планируют выделить Министерство финансов России. Об этом рассказали на заседании регионального правительства. Известно, что есть договоренность и с Министерством строительства и ЖКХ о реализации инфраструктурного проекта. Ранние власти добились одобрения инфраструктурного кредита на строительство метро в размере чуть более 10 миллиардов рублей. Напомню, новая станция завершит первую и единственную областной столице ветку метрополитена. Как отмечают специалисты, пассажиропоток метро после ввода в эксплуатацию станции должен увеличиться на 30%. В Самарской области на 45% превышен эпидпорог по ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За неделю с 7 по 13 марта в регионе выявили чуть больше 14,5 тысяч заболевших. При этом случаев гриппа не обнаружено. Чаще всего болеют подростки от 15 лет и старше. В этой возрастной группе эпидпорог превышен на 74%. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, самым эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. Сегодня более 53% населения сделали прививку от этих заболеваний. В регионе подтвердили еще 1009 случаев заболевания коронавирусом. Из них 169 пациентов госпитализировали. Больше всего новых больных в Самаре 200 человек. 187 в Тольятти, 52 в Волжском районе. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 365 383 случаев COVID-19. Из них 342 607 человек полностью выздоровели. Выросло и число тех, кто так не смог справиться с опасной болезнью. Жертвами COVID-19 за все время наблюдения в регионе стали 7352 человека, в том числе 18 только за последние сутки. В Самарской области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Это стало поводом для отмены некоторых ограничений, в том числе QR-кодов и обязательной самоизоляции для отдельной категории граждан. Впрочем, по мнению экспертов, отменять масочный режим еще рано. Число заболевших уменьшилось среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, а также среди жителей от 50 до 64 лет. Однако все еще сохранилось высокое заболеваемое среди детей до года и среди пожилых людей старше 65 лет. Министр здравоохранения Армен Бинян рассказал, что на данный момент свободный коечный фонд составляет 46,5%, однако тяжелобольных пациентов еще много. Дефицита быть не должно. В Самарской области с начала года заключили свыше 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Это гарантирует, что в медучреждения региона поступит более полутора миллионов упаковок лекарственных средств. Подробнее в нашем материале. Работают по графику и даже сверхурочно. С этого склада лекарства поступают в медучреждения со всей области. Специалисты рассказывают, новые поступления каждый день. Данный склад обеспечивает медицинские организации лекарственными средствами на всю Самарскую область. Поставщики у нас в основном отечественные, они привозят товар-контракт у нас. Существуют определенные заявки, которые формируются по контингенту больных и так далее. Медицинское учреждение составляет заявку на год, на месяц, и мы отгружаем соответственно этой заявке товар. Государственный фармацевтический склад региона работает в плановом режиме. Лекарственные препараты хранятся на площади порядка 3000 квадратных метров. Здесь представлены практически все фармакологические группы лекарств, как российские, так и импортные. Никаких перерывов, сбоев в поставках лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам нет. В соответствии с действующим законодательством, государственные контракты и осуществление закупки происходят по международному непатентованному номинованию, то есть по действующему веществу. Поэтому в рамках государственных контрактов лекарственные препараты могут поставляться по различным торговым номинованиям, в соответствии с тем, какой производитель, собственно, вышел на данный государственный контракт. В регионе с начала года заключили свыше 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Это гарантирует, что в медучреждение области поступит около 1 миллиона 800 тысяч упаковок лекарственных средств. Житель Сызрани, 59-летний Александр Ховрин рассказывает, Проблемы со здоровьем начались еще несколько лет назад. Периодически стала болеть и отказывать правая рука. В итоге, казалось бы, привычные действия стали даваться нелегко. Тут постепенно боль усиливались, усиливались. После рука стала не подниматься, плечек вверх так вот, все, больше надо не подниматься. И все сильнее, сильнее, все, хуже, хуже стало. Даже вот то, что вообще не могу я ничего делать, в локте согибается. А дальше все, ничего я не поднять, ничего не могу. Я сам даже вот протянуть, постель заправить, допустим, я не могу ее вперед вытянуть. Множественные визиты к врачам, дорогостоящие препараты – все это давало лишь временный эффект. Затем боль вновь возвращалась. Позже мужчину направили на обследование в клинике Самарского государственного медицинского университета. Специалисты поставили диагноз – артроз плечевого сустава. Еще раз убедившись в том, что консервативная терапия неэффективна, было принято решение провести операцию по эндопротезированию с использованием индивидуального керамического протеза. Он был изготовлен в Самаре, в НИИ бионике и персонифицированной медицины. В принципе, в нашем регионе у нас есть единичный опыт выполнения эндопротезирования плечевого сустава. Очень единичный, причем, скажем так, заводскими эндопротезами, то есть теми, которые выпускаются различными фирмами. Индивидуальное эндопротезирование – это вообще ноу-хау для нашего региона и для нашего университета. Первую подобную операцию специалисты СамГМУ провели в сотрудничестве с коллегами из Нижнего Новгорода, у которых уже есть соответствующий опыт, и, по их словам, методика уже проверена и положительно зарекомендовала себя. Такие операции мы уже в своей клинике делали. Достаточно хороший результат, первичный. Надеюсь, методика приживется и понравится и пациентам, и врачам. Она достаточно простая, применяются отечественные материалы, полностью производство в России. Операция длилась около часа и завершилась успешно. Процесс реабилитации для пациента начнется уже на следующий день. Чуть позже с ним будут работать инструкторы ЛФК, и если все пойдет хорошо, в чем доктора не сомневаются, уже через месяц-полтора пациент Александр Ховрин сможет вернуться к нормальной жизни. Ведь дома и на работе уже накопилось много дел. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. В Самарской области продлили голосование по качеству работы управляющих компаний. Напомню, оценить деятельность коммунальщиков жителям предложил губернатор Дмитрий Азаров. Поделиться своим мнением об эффективности работы коммунальных служб можно на портале Госуслуг в разделе «Платформа обратной связи». Собственники помещений могут дать свою оценку работы управляющей организации по педибальной шкале. Необходимо выбрать управляющую компанию из списка и напротив нее поставить оценку от 2 до 5 баллов. Голосование продлится на 27 марта. Передача в суд дела поджигателя автомобилей, задержание вооруженного грабителя в Шигонском районе и ДТП с пострадавшим в Тольятти. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в автозаводском районе Тольятти. Авария произошла около 3-х часов ночи на улице Юбилейная. По данным ГИБДД, при проезде перекрестка, 52-летний водитель Вазовской Гранты не пропустил легковушку, которая ехала по главной дороге. Столкновений избежать не удалось. В результате аварии 25-летний водитель легковушки получил травмы. После оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. В Шигонском районе задержан мужчина, за день совершивший два преступления. Одно из них – в посёлке Береговой. Неизвестный ворвался в отделение почты и, угрожая сотруднице ножом, похитил более 12 тысяч рублей. Его приметы сразу были переданы дежурным экипажам полиции. Один из которых остановил на дороге легковушку, где в качестве пассажира ехал подозреваемый. Как выяснилось позже, утром того же дня злоумышленник, угрожая ножом таксисту, забрал у него мобильный телефон. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В Самаре перед судом предстанет 46-летний мужчина. Его обвиняют в поджиге четырёх автомобилей. Преступления были совершены в июне прошлого года на проспекте Керва и на улице Молодёжная. Как выяснилось позже, так злоумышленник мстил своей возлюбленной, с которой он познакомился несколько месяцев назад, но выстроить отношения так и не получилось. По данным полиции, ранее поджигатель уже был судим за совершение грабежей, разбоев и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы мужчина вышел в 2018 году. Теперь ему снова грозит срок. Весна не торопится. В регионе ожидаются морозы до минус 22 градусов. Так, в четверг, 17 марта, днём ожидается минус 3-8 градусов. Ночью – минус 12-17. При этом возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду. В пятницу ветер стихнет, но будет тоже морозно. Днём – минус 2-7, ночью – минус 11-16, местами до минус 22 градусов. Стоит отметить, по сведению гидрометцентра России, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 5 градусов. У меня же на этом всё. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале. На вашем экране QR-код. Сканируйте в камере приложения. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.